Томас Гарди В краю лесов. Глава первая. Томас Гарди Томас Гарди Томас Гарди Томас Гарди Томас Гарди Томас Гарди Оно выражало ни на чем не основанное самодовольство. Ничто не озаряло это лицо, и не только мудрец, но и простой наблюдатель увидел бы в его выражении полную подчиненность немногочисленным правилам и привычкам и незыблемую в них веру. Кругом не было, доказалось, и не будет никого, кто мог бы указать ему дорогу. Однако вскоре послышался негромкий скрип колес и размеренный постук подков, и в седловинке между деревьями и вершиной холма замаячил одноконный фургон. Вглядевшись, незнакомец сказал себе с некоторым облегчением, — Это миссис Доллери, она-то мне и поможет. В фургоне было несколько пассажиров, главным образом женщин. Подождав, когда фургон приблизился, путник поднял трость, и сидевшая на козлах женщина натянула вожжи. — Миссис Доллери, я тут полчаса ищу дорогу на Малый Хинтак, — сказал он. — Я раз десять бывал в Большом Хинтаке и в Хинтакхаусе, но эта деревушка просто куда-то запропастилась. Не поможете, а? Миссис Доллери заверила его, что поможет. Она сама направляется в Большой Хинтак и будет проезжать мимо Малого. Это совсем рядом, вверх по тропинке в сторону от дороги, на которую они сейчас свернут. — Впрочем, — продолжала миссис Доллери, — это такая неприметная деревушка, что вы городской житель. Сами днем с огнем не найдете, ежели заранее не знаете, где она. Боже, да я бы за деньги не стала там жить. То ли дело Большой Хинтак, тут есть все, что душе угодно. Он вскарабкался на козлы и свесил ноги так, что лошадь порой задевала их хвостом. Для знавших эти места фургон миссис Доллери был скорее движимой принадлежностью тракта, чем посторонним предметом, оказавшимся на пути. Ее кляча, чья грива жесткостью и цветом напоминала вереск, а ноги и тело были изувечены упряжью и многолетним тяжким трудом, появлялась на этой дороге почти ежедневно в течение двух десятков лет. Хотя полагалось бы ей пастись где-нибудь на восточной равнине, а не тащиться здесь, ибо когда-то это была ладная породистая лошадь. Да и править ею было не так уж легко. Коротковатая сбруя все время сползала на бок, и хвост не был должным образом пропущен через подхвостник. Лошадь знала каждый малейший уклон дороги на протяжении всех семи или восьми миль от хинта Кадашертон-Аббаса, торгового городка, куда лежал ее обычный путь, знала так хорошо, как может знать разве что землемер, вооруженный нивелиром. Черный квадратный кузов фургона покачивался на ходу. От него над головой возницы торчал крюк, за который иногда цепляли вожжи, тогда они свисали с плеч лошади, как оковы. Где-то около оси болталась цепь, единственным назначением которой было греметь на ходу. По дороге миссис Доллери по многу раз приходилось слезать с козел, поэтому она для соблюдения приличия надевала под платье короткие гамаши, особенно в ветреную погоду. На голове ее был не чепчик, а фетровая шляпа, обмотанная платком, ибо у миссис Доллери частенько болели уши. В задней стенке кузова имелось застекленное окошечко, которое хозяйка протирала носовым платком каждый рыночный день перед отправкой в город. Шагая позади фургона, можно было увидеть сквозь стекло квадратный кусочек окрестностей и небосвода. Но их то и дело заслоняли профили пассажиров, шевеливших губами и кивавших головами в оживленной дорожной беседе, блаженно не ведая, что их ужимки и гримасы как нельзя лучше видны постороннему глазу. Для них час дороги домой с рынка был счастливым, если не счастливейшим часом недели. Усевшись поудобнее, они забывали о горестях бытия и с умиротворенными улыбками рассуждали о жизни, вспоминая происшествия минувшего дня. Пассажиры тесно сдвинулись в задней части фургона, и пока незнакомец толковал с хозяйкой, принялись обсуждать его, благо скрип колес заглушал их слова. — Это парикмахер Перкомп, тот, у которого восковая кукла в окне на Эйбби-стрит, — сказал кто-то. — Хотела бы я знать, что ему надобно в наших краях. Он ведь не бродячий цирюльник, а настоящий парикмахер. Он даже убрал вывеску, потому что это неблагородно. Они прислушивались к его словам, но мистер Перкомп, казалось, не собирался удовлетворять их любопытство, хотя все время кивал и что-то говорил, но вдохновлявший пассажиров общий разговор прервался с его появлением. Так они ехали, пока не свернули на еле заметную крутую тропинку, с вершины которой можно было различить в полумиле направо во впадине сады и огороды, словно срезанные с поверхности лесного края. Оттуда в сторожком молчании подымались высокие столбы дыма. Воображение могло проследить за дымами до незыблемых камней очага, обвешанного гирляндами копченых окороков. Это было одно из тех отдаленных мест, где обычно бывает больше раздумий, чем действия, и больше пассивности, чем раздумий. Рассуждения здесь строятся на зыбких основаниях и приводят к фантастическим выводам. Тем не менее, здесь, как и во всех подобных местах, от нагнетания страстей и тесной взаимосвязи коренных обитателей порой разыгрываются драмы истина софокловского величия. Это и был малый хинток, который разыскивал парикмахер. Сгущавшаяся ночь постепенно поглощала дым, вырывавшийся из труб. Но местоположение маленького уединенного мерка выдавали несколько слабых огоньков, неверно мерцавших сквозь безлиственные ветви, среди которых устроились на ночлег печуги, похожие в потемках на шары из перьев. От проезжей тропинки ответвлялась тропинка поуже. Тут парикмахер сошел, ибо миссис Доллери направлялась в большой хинток, чье превосходство над презренным малым хинтоком не слишком явствовало из сравнения тропинок, ведущих в эти деревни. Но такова уж прихоть судьбы. — Там поселился очень умный и ученый молодой доктор. Говорят, он в союзе с дьяволом. И больных у него нет, а выбрал он это место, потому что это самая середина нашего края, — сообщила парикмахеру одна из пассажирок, надеясь хоть напоследок узнать цель его путешествия. Но он не сказал ни слова и углубился во мрак, с осторожностью ступая по скользким опавшим листьям, почти скрывавшим от глаз дорогу и улицу деревушки. С наступлением темноты посторонние тут не ходили, и большинство обитателей малого хинтока считали оконные занавески излишеством. Именно поэтому мистер Перкомп мог заглядывать в окна почти каждого дома, очевидно стараясь угадать место жительства того или тех, кого разыскивал. Его интересовали дома поменьше, и он равнодушно прошел мимо нескольких домов, чьи размеры, возраст и службы свидетельствовали о том, что и в этих глухих местах жили или живут люди, занимающие достаточно высокое положение в обществе. Запах яблочных выжимок и шипение забродившего сидра, доносившееся из дворов, говорили о недавних трудах обитателей и соединялись с запахом гниения от волглой листвы под ногами. Так он прошел пол улицы. Дом у высокого дерева излучал необычное сияние. Зарево, вырывавшееся из печной трубы, превращало дым в мерцающее облако. Увиденное в окне заставило парикмахера решительно остановиться и всмотреться внимательнее. Дом был великоват для деревенского. Сквозь приоткрытую наружную дверь длинная лента света падала в ночь. Сонные осенние мотыльки то и дело влетали в узкую полосу лучей и тут же пропадали во тьме. Глава вторая В доме, распространявшем это приветливое сияние, он увидел девушку в огромном кожаном переднике. Она сидела на плетеном стуле и работала при ярком пламени полыхавшего очага. В правой руке она держала сикач, на левую была надета непомерно большая кожаная рукавица. Девушка с поразительной ловкостью обстругивала ветки, изготовляя кровельный прут. Слева от нее находилась кладка гладких ровных прутьев, справа гора обрезков, которыми и поддерживалось пламя в печи, а перед ней, аккуратной стопой, лежал готовый кровельный материал. Она брала ветку, критически окидывала ее взглядом, ловкими ударами отсекала боковые отростки и заостряла ее с обоих концов, придавая им сходство с треугольным концом штыка. В случае надобности она могла бы зажечь и свечу в медном подсвечнике, который стоял близ нее на скамейке, из тех, на которые ставят гробы. Чтобы придать ей сходство со столиком, на скамейку набили круглую сосновую доску, белизна которой странно оттеняла черный резной дуб подставки. Былое общественное положение обитателей дома распознавалось по этому предмету с той же точностью, с какой дом дворянина узнают по висящим в нем старым щитам и шлемам. Когда-то каждый зажиточный крестьянин, чьи права на землю значились в бумагах поместного суда или были по крайней мере неоспоримее, чем у простого арендатора, считал необходимым приобрести пару таких скамей для гробов своих близких. Однако в последних поколениях мысль «кому это нужно?» вытеснила привязанность к старому обычаю, и скамьи для гробов теперь часто использовали так, как мы это только что описали. Девушка на мгновение отложила в сторону сикач и осмотрела отнюдь нежесткую и негрубую ладонь правой руки, которая, в отличие от левой, не была защищена рукавицей. Ладонь была красная и в водяных мозолях. Стругание веток явно не относилось к числу ее привычных занятий. Как у множества людей физического труда, в очертаниях руки этой девушки не было ничего подтверждавшего расхожее мнение, что происхождение человека, от высокого до самого низкого, неизменно сказывается на форме руки. Лишь волей случая пришлось ей готовить кровельный пруд, и пальцы, обхватившие тяжелую ясеневую рукоятку, могли бы уверенно вести перо по бумаге или трогать струны, будь они приучены к этому в должное время. Лицо ее было исполнено той одухотворенности, которая рождается одиночеством. Взгляды множества людей словно стирают с лица индивидуальность, обкатывают его, как волна камень. Но в тихих водах уединенной жизни каждое чувство и мысль распускаются с той откровенностью, какую можно увидеть разве что на лице ребенка. Лет ей было не более 19-20, однако необходимость рано задумываться над жизнью придала очертаниям ее почти детского лица преждевременную законченность. Эта девушка не претендовала на красоту, но одно бросалось в глаза сразу, волосы, густые и непослушные до неукротимости. В зареве очага они казались темно-коричневыми, однако при свете дня выяснилось бы, что их истинный цвет – редкий и роскошный оттенок каштанового. От этого дара, поднесенного временем своей жертве, и не мог отвести взгляда пришелец, а пальцы его правой руки машинально поигрывали ножницами, что были засунуты в жилет, и на чьем блестящем металле слабо горел отцвет пламени из очага. Мысленно парикмахеру подобил девушку за работой великолепному полотну позднего возрождения. Волосы ее были выписаны ярко и отчетливо, лицо, же плечи, руки и вся фигура, будучи скоплением маловажных деталей, терялись в тени. Не колеблясь более, он постучал в дверь и вошел в комнату. Песок, которым был посыпан пол, захрустел под его ногами. Девушка оглянулась и, побледнев, воскликнула. — Ах, мистер Перкомп, как вы меня напугали! — Закрывай дверь плотнее и не напугаешься! — Не могу, — сказала она. — Печь дымит, мистер Перкомп. Когда вы не у себя в парикмахерской, у вас такой забавный вид, но точь-в-точь канарейка на боярышнике. — Вы ведь сюда не из-за меня пришли? Не из-за того? — Нет, я как раз пришел из-за этого самого. Он коснулся ее головы своей тростью, и девушка содрогнулась. — Ты согласна? — продолжил он. — Мне надо знать это сейчас же. Дама скоро уедет, а на работу мне нужно время. — Не торопите меня, прошу вас. Я уж думала, что вы забыли. Я не могу расстаться с ними. Нет, нет. — Послушай, Марти, — сказал парикмахер, присаживаясь на столик, сделанный из скамейки. — Сколько тебе платят за этот пруд? — Тссс! Отец наверху не спит. Он не знает, что я делаю работу за него. — Так сколько тебе за это платят? — повторил вопрос парикмахер, понизив голос. — Восемнадцать пенсов за тысячу. — неохотно ответила она. — А для кого ты их делаешь? — Для мистера Мелбери. Лесоторговца, что живет тут неподалеку. — Сколько же ты их можешь сделать за день? — За день и полночи три связки. Это полторы тысячи. — Два шиллинга с четвертью. Парикмахер помолчал, вычисляя ту наименьшую сумму, которой можно было бы победить сопротивление бедности и женскую любовь к красоте. — Взгляни-ка. Вот саверен. Золотой саверен. Почти новенький. Он держал монету между указательным и большим пальцами. — Это ровно столько, сколько ты получаешь за полторы недели мужского труда. — Саверен твой, если ты позволишь состричь, то чего у тебя и так слишком много.